И преднаграждением кого-то, и предосуждением вины. Всё то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. Помним, слушаем и читаем. В годовщину начала Великой Отечественной войны по городу проехал троллейбус памяти. Депутаты Ивановской ученической думы приглашали всех желающих занять места и послушать стихи о войне. Желающих оказалось много. Сесть удалось не всем. Большинство слушало стихотворение стоя. Стихотворение будет прочитано более 30. У нас 32 чтеца. Некоторые из ребят читают несколько стихотворений. Троллейбус пойдет по маршруту Пушкина-Ленина-ЖД вокзал, Шереметьевский проспект, революции, плаза Пушкина. За два часа экскурсионный троллейбус обогнул центр города трижды. Фрагменты биографии военных поэтов, фронтовые истории и стихи, слушать которые нелегко, но читать еще тяжелее. И стал в ту ночь великий щит народа, и принял в грудь удара в первый шквал, чтоб год за годом все четыре года не утихал сплошной девятый балл. Ребята украсили салон к памятной дате белыми бумажными журавликами. Здесь их более сотни. Гости поэтического троллейбуса смогли ощутить тяготы военного времени не только на слух, но и на вкус. Пассажирам школьники предлагали попробовать продовольственные пайки. Мы выдадим пассажирам хлеб, который был нормой в те времена. И каждый сможет попробовать его, посмотреть, как это и сколько выдавали. Мы поем. Только голос летчика раздается, а в нем укор. Подождите. Постойте, хлопчики, погодите. Умер майор. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.